Ну, я начну с того, что такое вечная мерзлота. Это осадочное отложение, среднегодовая температура, которых отрицательно в течение более двух лет. На территории Земли вечная мерзлота занимает 25%, а вот на территории России целых 70%. Интересна она не только потому, что на ней довольно сложно строить здание, потому что требуется специальная техника для этого, потому что там трудно жить, там холодно, но и потому что сама вечная мерзлота является резервуаром, где хранятся жизнеспособные микробные клетки, микроорганизмы, а также продукты их жизнедеятельности, ферменты, белки, хлорофилл, например, ну и радиационно-активные газы, то есть парниковые газы. Я начну с того, что территория, которой занимаемся мы, наша лаборатория, она расположена в Колымо-Индигирской низменности. Чем интересна именно эта территория? Ну, она целиком находится в зоне вечной мерзлоты, но именно там находится самая древняя мерзлота в Северном полуфарии. В Южном полуфарии, то есть в Антарктиде, в районе Сохих долин, есть более древняя, считается 30 миллионов лет, но пока мы ее не видели. Теоретически она существует. А у нас, помимо того, что там встречаются именно на этой территории, от Индигирки до Колымо, мерзлые породы возраста от несколько тысяч лет до нескольких миллионов лет, помимо этого эти древние мерзлые атлафыни доходятся довольно близко к поверхности земли и поэтому их легко добыть путем нехитрого бурильного устройства, которое позволяет бурить, ну, где-то до 100 метров, и причем бурить со стерильным отбором проб, что очень важно, потому что на самом деле в литературе еще в начале 20 века встречались упоминания о том, что были найдены какие-то микроорганизмы в мерзлоте, но всегда возникал вопрос, насколько стерильно отобрали эти образцы. Поэтому у нас была разработана техника стерильного отбора, многократно проверена и нашими микробиологами, и зарубежными, и вот признали ее абсолютно валидной для такого рода исследования. Я хочу упомянуть имя одного человека, это Давид Абрамович Геличинский, который был, по сути, инициатором этих работ, был заведующим этой лабораторией вплоть до 2012 года, когда я внезапно ушел из жизни. И с этого момента я, собственно, являюсь заведующим лабораторией. Что интересно в этой мерзлоте? Ну, естественно, все понимают, что вода в ней находится в твердом состоянии, то есть в виде льда. Однако не вся вода, то есть 90-93%. Остальная вода находится в так называемом незамерзшем виде. Она, конечно, не свободная в нашем понимании, но, тем не менее, она, на наш взгляд, осуществляет очень важную роль, предохраняя клетки микроорганизмов от механического разрушения кристаллами льда и позволяя тому, что могли бы происходить какие-то метаболические реакции, поддерживая эту клетку на протяжении многих и многих тысяч и даже миллионов лет. Что важно еще сказать? Дело в том, что когда мы говорим о возрасте мерзлоты, мы говорим не о возрасте пород, как это часто понимают, а именно о возрасте именно мерзлоты, то есть в того момента, когда вода замерзла. Поэтому мы можем в этом случае говорить и о возрасте микроорганизмов, то есть он равен возрасту мерзлоты, но не возрасту пород. Иногда это, правда, совпадает, но чаще всего нет. Вот на протяжении, собственно, 30 лет лаборатория этим занимается, и за это время там были обнаружены широкий диапазон микроорганизмов. Это были археи, бактерии, прокариотические микроорганизмы, элкариоты, зеленые водоросли, сине-зеленые водоросли и простейшие. Помимо этого в вечном мерзлоте сохраняются долгое время такие компоненты, как хлорофилл, различные белки, продуцированные этими микроорганизмами, и биогазы, в частности метана и углекислота, углекислый газ. Один из интереснейших вопросов, который возник в начале 2000-х годов, это собственно статус этих микроорганизмов. Они просто там сохраняются как коллекция, либо все же что-то с ними происходит. Вот ряд экспериментов, которые мы проводили с радиоактивно меченными субстратами, показали, что при отрицательных температурах, вплоть до минус 20 градусов, возможны какие-то метаболические реакции. В частности, включение метки из субстрата в липиды, например. Или, например, такие реакции, как образование окисидно-встановительной реакции, образование метана, например. То есть, когда СО2 восстанавливается водородом при участии в метаногенных археях. Однако мы полагаем, что отсутствие свободной воды все же не дает возможности им делиться. Именно это обстоятельство позволяет нам утверждать, что добывая вот собственно клетку, которая у нас начинает расти в лабораторных условиях, мы можем говорить о ее возрасте. То есть, она равна мерзлоте, именно потому что там не было размножения. Интересным моментом является еще то, что помимо самих бактерий, продукты, их деятельности, например, те ферменты, которые они продуцируют, они обладают тоже уникальными свойствами. Одним из основных свойств является, например, не так давно с нашими коллегами из Института биорганической химии было установлено, что психробактер галахолололентис является продуцентом таких ферментов, как липаза и стераза, которые характеризуются очень широким диапазоном стабильности и активностью при отрицательных температурах, что может оказаться важным для биотехнологических задач, потому что это связано с очисткой от нефтяных загрязнений, легких углеводородов и тяжелых углеводородов. У нас есть патент по этому поводу. Одним из важнейших явлений, которые мы наблюдали в мерзлоте, это наличие там, скажем, газов. Исследования показали, что они биогенные, то есть, что это результат активности метаногенных архей, это изотопный состав, их варьирует от минус семидесяти до ста, минус ста, что однозначно говорит о их биогенопроисхождении. Интересно, что не все геологические образования содержат этот метан, и для нас было очень важно определить, где он есть и почему, и где его нет. Параллельно, значит, с чисто геологическими работами, связанными с анализом количества метана, его распределением, мы попытались выявить, собственно, носитель этого процесса, метаногенных архей, что нам и удалось. Были обнаружены метаногенные архи метанобактериум артикум возраста 5000 лет и метанобактериум витеру, возраст которой составляет около 2 миллионов лет. Это верхний плеоцен. Это, по сути, самые древние бактерии, которые имеются на сегодняшний день, связанные с метанообразованием. Они представляют собой новые виды и описаны в ренале International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Последняя статья была, по-моему, в 2012 году и предыдущая в 2010 году. Не так давно описали эти бактерии. Еще интересным явлением в вечной мерзлоте является присутствие линз незамерзшей воды. Я хочу рассказать о таком объекте, который является чаще мерзлоты, который называется криопеги. Что это за явление? Если представить себе, что замерзает донный осадок морской, соленый изначально, то при вымораживании замерзшая часть будет опресняться, а избыток соли будет концентрироваться в виде таких линз или незамерзшего грунта. Интересно то, что в течение многих тысяч лет может существовать зона, в которой будет отрицательно температурный рассол. Это единственная на Земле экосистема. Так их больше нет. Есть соленые озера, есть соленые озера в Антарктиде, кстати сказать, Дон Хуан Понт. Но представить себе еще и абсолютно изолированную систему по сути невозможно. Озеро Восток, которое, естественно, является уникальным объектом, она все же не отрицательно температурная, положительная температура. А это отрицательно температурная система, и не замерзшая она только потому, что она очень соленая. Вот из этой системы, их много на территории России, в районе нашего района исследователей, на Колымской низменности, есть на Эмале, есть и на Аляске. Там обнаружены удивительные бактерии, которые приспособились к жизни не только при отрицательных температурах, но и в условиях повышенной солености. Оттуда выделен целый ряд микроорганизмов. И нами, и нашими коллегами, которые с нами работали в Соединенных Штатах Америки. Института биохимии и физиологиями микроорганизмов, наши соседи в Пущино. Они выделили оттуда несколько микроорганизмов, корнобактериум, кластридию и также психробактеры. Вот один из этих психробактеров, психробактер галаханалентис, является продуцентом уникальных ферментов липазы и астеразы. Продолжают изучаться, то есть там точка еще не поставлена с ним, и возможно что-то еще. В вечной мерзлоте, помимо этого, был обнаружен белокродопсин, который связан с экзигобактерией, которая тоже очень древняя, возраста 100 тысяч лет была изолирована оттуда. В Штатах был сделан полный геном этой бактерии, и мы обнаружили, что там есть часть ответственной за производство родопсина. Потом опять-таки с нашими коллегами из Института биорганической химии этот белок был получен, он был и проанализирован. Вот. Это тоже довольно интересное такое явление. Таким образом, я могу сказать, что вечная мерзлота — это действительно уникальное хранилище не только микроорганизмов, но и продуктов их деятельности. Не все понятно, как микроорганизмы сохраняются. До сих пор мы не знаем многого о этой незамерзшей воде, мы просто считаем, что она является таким защитником микроорганизмов, но на самом деле нам не хватает каких-то физических знаний, знаний исследователей, которые бы могли нам сказать, собственно, роль этой воды, помимо того, что вот она обволакивает частицы, защищает клетки, адсорбированные на них. Это с одной стороны. С другой стороны, до конца непонятный вот, собственно, ход метаболических реакций, потому что мы полагаем, что одна из ролей этой метаболической активности связана с репарацией ДНК, потому что в течение многих миллионов лет, сотен тысяч миллионов лет, на микробную клетку действует радиация, источником которой является минералом. И для того, чтобы она не разрушилась, необходимы какие-то процессы, связанные с починкой, то есть репарацией. Однако это трудно изучить, потому что в лабораторных условиях пока никто за это не взялся, как происходит эта репарация на самом деле. Но все считают, что, в общем, она идет, потому что само наличие из неспособных клеток. Говорит, что эта репарация происходит.